Вместе, плечом к плечу, они боролись за это серебро олимпийское. И на самом деле, не раз президент Федерации Китании России, главный тренер сборной России по Китании, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов, говорил о том, насколько рискованным было решение взять ребят в команду. Нет, они действительно завоевали свое место в команде олимпийской, но поехали туда молодые парни на Олимпиаду. Это Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мыльников из Курской области и Сафин Тимур, единственный опытный в этой четверке раперист, олимпийский чемпион 2016 года, также в командном первенстве. И вот такая команда выехала на Олимпиаду в Токио. Не сказать, что многого не ждали, мы верили в ребят в любом случае, но, наверное, вот молодость действительно на Олимпиаде творит чудеса. Они выбрались до финала, уступили французам. Французы действительно невероятно сильны, ребята боролись до последнего, но стали серебряными призерами. Для них, конечно, это очень-очень хороший результат и победа настоящая наших российских раперистов. Также, если говорить про них на российских наших стартах, то, конечно, вот такое противостояние Кирилла и Антона – это украшение любого российского турнира. Будь это комплексные старты, такие как Кубок России или Чемпионат России, или всероссийские соревнования, они очень часто встречаются в полуфиналах или финалах. Да, надо сказать, что на 75% поменялась команда после Рио-де-Женейро к Токио. Не попали в команду Алексей Черемисинов, Олимпийский чемпион, Артур Ахматузин, чемпион Олимпийских игр и жеребчик, чемпион мира и двухкратный чемпион мира. Поэтому вы представляете, насколько высокая конкуренция в Рапире, что молодые ребята навязали в начале отбора борьбу, а финишировали уже будучи сборной командой национальной. И завоевали серебряные талии. То есть, в принципе, ставка на молодых со стороны старшего тренера, она по-настоящему сыграла. Да, не только со стороны старшего и главного тренера. Но и также стоит отметить, что Эльгар Шарч-Мамедов является личным тренером и Кирилла и Антонова, и Бородачевых. Также их личным тренером является Элина Владимировна Орлова из Самарской области. И, конечно, очень бы хотелось сказать, что вот после того, как я разговаривала с ними, ну, точнее, после различных поединков разговаривала в интервью и задавала вопрос о том, тяжело ли фехтовать друг против друга, они сказали, что мы очень часто встречались на соревнованиях, начиная с самого детства, и мы умеем, одев маску, фехтовать не против брата, а против соперника. Конечно, в других поединках они друг друга поддерживают, и переживают друг за друга, но здесь против друг друга они борются по-настоящему. Ложи на нас. И вот надо сказать, что начало, конечно, фантастическое. 5-0 ведет Кирилл Бородачев. Давай сразу скажем, как братьев различать нашим дорогим телезрителям. Слева Кирилл Бородачев, левша, справа Антон Бородачев, правша. Вот так и можете их различать. Да, и надо отметить, что фиктуют они сейчас без доставников. Это понятно, потому что тренируются у одного и того же тренера. И поэтому они вынуждены сами для себя выстраивать тактику, стратегию. Но, опять же, я повторю, что полуфинальные-финальные бои с участием двух братьев, это, на самом деле, часто евреи. Да, и вот первый свой укол наносит Антон Бородачев, открывает счет. До этого 6 безответных уколов нанес Кирилл Бородачев своему брату. Их очень часто называют близнецами, хотя сами ребята называют себя двойняшками. Кирилл чуть старше Антона, буквально там на 15 минут. Ой, какой красивый укол наносит Кирилл Бородачев. Если будет возможность, посмотрим с вами видеоповтор. Защита, а ответ вот таким вот действием необычным. Но мы должны также поговорить еще с вами о правилах. У нас до этого была сабля, первый вид оружия, потом шпага с поражаемой поверхностью, все тело, а сейчас рапира. Вы видите в партненах электрокутку поверх белого фехтовального костюма. Вот она сероватого цвета, на фоне белого костюма вы ее сможете отличить. И козырек под маской, значит, на маске внизу. Это и является поражаемой поверхностью. В этом и сложность вот этого вида оружия рапира. То есть ограниченная, самая ограниченная поражаемая поверхность среди всех видов оружия. И уколы цветные, красные или зеленые, загораются действительно только туда. Все остальные горят белым цветом. И вы слышите, как судья называет их недействительными. А я все-таки возвращаюсь к противостоянию двойняшек. Хочу сказать, что я тут папа двух двойняшек, хотя они у меня еще не стали спортсменами. И я вот как папа, наверное, глядя на это, у меня бы сердце кровью обливалось, как это так, два брата и две сестренки выходили бы на дорожку и решали бы, кто из них лучше и кому-то останется потенциально золотая медаль, кто останется с бронзой. Наверное, для родителей это очень тяжело. Но, может быть, родители Кирилла и Антона уже с этим свыклись, потому что они время от времени меняются. Кто-то чуть лучше, кто-то похуже. Да, так и есть. И я думаю, что Алексей вряд ли бы расстраивался или радовался. В любом случае, если бы твои дочки вставали или соревновались друг против друга, ты понимал бы, что радовался бы за любую из них, но переживал в любом случае. А, кстати, Алексей собирается, что ли, отдать своих дочерей в какой-то вид спорта? Во-первых, они смотрят наши трансляции и слушают папин голос. Папа не так часто бывает дома. Но недавно сказали, что папа слишком громко говорит, и, значит, попросили переключить телевизор на мультики. Поэтому им еще делать свой выбор очень рано. Хорошо. Вот так мы познакомились немножко с семейной такой историей Алексея Кименко. И на дорожке мы возвращаемся с вами к первому полуфиналу в рамках нашего фехтовального турнира на рапирах, на мужской рапире, где встретились два брата – Антон и Кирилл Бородачев. Впереди на данный момент Кирилл Бородачев 7-4. Вначале очень ярко начал. 6-0 повел Кирилл. Но вот потихоньку к полугольчику Антон отыгрывается. И 7-4 уже. Расскажем также про период. Как и в шпаге. Это колющее вид оружия. Как и в шпаге, здесь 3 периода по 3 минуты. Вот сейчас мы с вами видим, что это первый период. И осталось чуть больше минуты до этого конца. Стой. Ответ нет. Команда стой. В ближнем бою оказываются уже братья, но укол не нанесен. Поэтому арбитр разводит. Судит полуфинал Алексей Чудин, шоссийский специалист на лево укол. Присуждает в пользу Антона Бородачева. 8-5. Готовит атаку Антон Бородачев. Выставляет прямую руку Кирилл. Вот так они обменялись клинками. Какая красота. Вот рапиры, наверное, как вида оружия. Это самый легкий по весу вид оружия. И вы видите тонкий-тонкий клинок рапиры. Да, а раньше во Франции самых техничных фехтовальщиков оставляли вклад на рапире. Менее техничных переводили в саблю. Ну, а в общем, все, что останется, доставало из шпаги. Ну, не знаю, насколько это верно. Сейчас уже, в принципе, с самого детства дети определяются, на какой вид оружия они пойдут. Или там родители помогают сделать свой выбор. Ну, или же где-то секция про пири, по сабле, по шпаге. В общем, то, что ближе, там, наверное, есть выбор. Поэтому сейчас такого отбора, как... Ну, у нас такого отбора никогда и не было. У нас более узкопрофильные, да, школы. Хотя я еще вчера говорил, что многие регионы, в принципе, культирируют все три вида оружия. Саблю, шпагу и рабину. Но сегодня мы видим москвичей у мальчиков в четверке. Да, единственный москвич был сейчас... Точнее, не единственный москвич в восьмерке. Хотя вот я смотрю на сейчас сетку нашей восьмерки. И он действительно был единственным москвичом. Это Илья Юдин. Илья Юдин, безусловно, сделал сегодня очень много. На мой взгляд, больше, чем мог. На самом деле, потому что в одной восьмой финале Юдин выиграл у Тимура Сафина, у олимпийского чемпиона. У нашего ветерана, можно сказать, трапирного фехтования. И это такая сенсация. И в одной четвертой финале проиграл одним уколом молодому Нагимову. Но об этом мы еще вернемся. Потому что в следующем полуфинале Нагимов выйдет на дорожку. А сейчас у нас перерыв между периодами. Так же, как и в шпаге, мы уже объясняли это вчера и позавчера. Но дается минута. Очень важная минута для спортсменов. Конечно, когда есть тренер, есть возможность с ним переговорить. Услышать ценнейшие советы, которые тренер копит до этого перерыва. Чтобы объяснить все спортсмены. Причем максимально сжато, коротко, понятно. И суметь перестроить своего спортсмена. Или наоборот, направить, похвалить. Здесь, как уже говорил Алексей, и Кирилл, и Антон фехтуют без наставника. Потому что тренируются у одних и тех же тренеров. Это Ирина Владимировна Орлова и Ильгар Шарч Мамедов. Поэтому остается тренеру сейчас только наблюдать за этим поединком. Я думаю, что для парней это уже привычная ситуация. Опять же, часто фехтуют на такого уровня турнирах. И я имею в виду, что полуфиналы, финалы на самых важных поединках они фехтуют друг против друга. Второй период. Три минуты. И счет. Прошу прощения. Счет, мне кажется, на табло неправильный на данный момент. Но вот быстренько его исправляют. Он зеркально отразился. 9-6. Впереди Кирилл Бородачев. Да, рапирное фехтование по скорости приближается к Сабельному. И я думаю, что мы крайне редко можем сейчас увидеть бой из трех периодов. 9-6 и, в принципе, 10-6. Прошло не так много времени. 5 секунд до того, чтобы десятый укол нанес Кирилл. Но было время, когда в рапире фехтовали и все три раунда. Это и сейчас может случиться. Но раньше это было гораздо чаще. Я вот вспоминаю чемпионат мира 2002 года, когда Светлана Бойко и Екатерина Юшева, две наши прославленные фехтовальщики, фехтовали на чемпионате мира в Португалии. И счет закончился со счетом 2-1. То есть зрители увидели все три периода. И это был такой затяжной, скажем, бой. Поэтому и связаны вот эти изменения в правилах для того, чтобы фехтование стало на рапире побыстрее. И вот мы видим 10-6. И большие шансы закончились в этой трехминутке этот бой. Действительно. Ребята сами по себе эффектуют очень динамично. И сам по себе стиль у каждого из них очень такой живой, активный. Вы видите, как меняется всегда. В одну сторону сначала идут именно передвижения, в другую. И вот второй уже, по-моему, подряд укол наносит Кирилл Бородачев. Вот таким вот действием, когда, вы видите, он отводит клинок соперника в данном случае наверх. Хотя нет, здесь вижу, как наносил контратаку. А в предыдущем была защита ответ. Но это очень красивые уколы и высочайшего уровня фехтования у ребят. Да что там говорить. Антон Бородачев вот совсем недавно, буквально в феврале, одержал победу на этапе Кубка Мира в Каире, где был представлен весь цвет европейного мужского фехтования. То есть просто вот молодой лев вышел и победил всех в Каире. И здесь об уровне этих спортсменов Кирилл и Антон говорить можно очень-очень-очень долго. Бой, бойцы. Да, мне кажется, надолго они пришли в фехтовальный мир, в российский фехтовальный мир, в мировой. Ребята еще молодые и, конечно, их ожидает большое будущее на фехтовальной дорожке. Начали. Столь атаки, промах, контратака недействительный. К бою. Готовы. Начали. Подбирает дистанцию Антон Бородачев. Понятное дело, что он, вот мы как раз ждали такую атаку. Подбирал дистанцию, все реализовал, все, что задумал. 11-7. Готовы. Сейчас, естественно, Антону приходится в основном создавать, потому что он отстает по счету. И никто из братьев не хочет друг другу уступать. Вот на самом деле бывали такие поединки. Казалось бы, братья могут друг другу, наверное, что-то просить. Нет, и видеоповторы просят, и спорят, если действительно считают, что кто-то из них прав по-своему. И тут, конечно, всегда такая безапелляционная борьба. 11-7. Чуть больше двух минут остается до конца второго периода. Впереди Килил Бородачев. Вот как сначала он захватил первенство в этом поединке, так он и наращивает постепенно счет. 12-7. Также в каком-то интервью они сказали, что никто не знает, чем закончится поединок. Вот друг друга знаем досконально. Как пойдет? Вот сегодня можно сказать, что в данном поединке пока идет у Кирилла Бородачева. И Антон не может пока найти ключи к этому поединку. К победе, точнее, в этом поединке. В следующем будет второй мужской полуфинал, в котором встретится Нагимов Марсель из Московской области. Искандер Ахметов из Башкортостана. Напоминаем вам. В атаке слева промах. Мне хотелось сказать, что фехтовальщики встречают очень эмоционально свои нанесенные уколы и удары. Здесь эмоций мало. Но хотя до этого мы видели, что такая была спорная фраза. И мы услышали голос и эмоцию двух братьев. Несмотря ни на что, все равно эмоции мы видим и слышим. Что-то неисправно в оборудовании. И Кирилл Бородачев подходит к арбитру для того, чтобы попросить помощи. Вот интересная такая ситуация у спортсмена. Фехтовальная маска. Также проговариваем вам, чтобы вы, дорогие телезрители, знали термин. Фехтовальный не путали их. Фехтовальный не шлем, а именно маска. Фехтовальная куртка. Фехтовальные штаны, гетры. И фехтовальный шнур, который проходит под костюмом у спортсмена. Не провод. Вот вы видите, у Кирилла он красного цвета. И подключается он уже к катушке, которая идет к аппарату. Что касается поражаемой поверхности, что сейчас произошло. Кирилл подошел к Антону. Антон туда уколол в козырек, в поражаемую поверхность. И она загорелась белым цветом. Значит, что уколы действительные будут загораться белыми. Естественно, это недопустимо. То есть продолжать дальше поединок так нельзя. Начали. Надо сказать, что некоторые международные соревнования проводятся на беспроводном. Как правильно сказать? Беспроводном оборудовании. Готовы. И значит, наша команда из Санкт-Петербурга уже разработала аналог этого беспроводного оборудования. Я думаю, что сгорит и в нашей стране. И мы вот увидим этих катушек, подключенный шнур к нашим товарищикам. Идет, меняются не только правила, да. Фехтование развивается, и технологически идет вперед. И в подтверждение слов Алексея могу сказать, что вот Кирилл буквально несколько уколов назад. У него заела катушка. Это тот провод, подводящий к его фехтовальному шнур. И пришлось остановить бой, чтобы ее поправить. А если бы была беспроводная система, то такой ситуации бы не возникли. Красивым выпадом наносит Кирилл Бородачев свой 14-й укол. И всего один укол отделяет его от победы в этом полуфинале. Да, достаточно большое преимущество. Я думаю, что Кирилл не упустит этой возможности сегодня представить в финале. Так и происходит. Финальная атака Кирилла Бородачева. Он поздравляет своего брата Антона с бронзовой медалью. Мы с вами уже знаем первого пронзора.